Всем здрасте дамы и господа, это WorldBoy и это туториал по контролю отдачи. Я не буду слишком заморачиваться о предыстории этого туториала и всего прочего. Это все можете найти в предыдущих видео и скажу сразу, что с первого на первого вы начинаете с рабочего стола. Да, именно с рабочего стола, а не с игры, потому что с первого на первого вам нужно полностью настроить мышь. Итак, если у вас Razer, первый случай, вы просто заходите в Razer Synapse. Абсолютно не знаю, почему он у меня сейчас вот так вот лагает. Обычно все нормально. Ну, в общем, хрен с ним. Скажу вам одно, выставляете значение DePay от 400 до 800. Как вам будет удобно? Долго привыкать надо будет, долго будете привыкать. О, вот, смотрите, он открылся, вот 700 DePay. Мало будет привыкать, нужно будет привыкать, значит, прекрасно. Но если вы играете на 3200 и больше, или даже меньше, то привыкать достаточно будет долго. Но именно так надо будет привыкнуть, чтобы хоть что-то уметь делать в Battlefield. Если же у вас не игровая мышь, вы просто вводим вот здесь вот мышь. Мышь, у меня получилось. Мышь. Заходим вот сюда. И вот здесь вы можете, так сказать, искусственно настроить свою, так сказать, частоту мыши. У меня стоит вот так вот, по умолчанию я это не настраивал. Итак, если вы разобрали своей мышью и настроили ее именно на такой вот частоту от 400 до 800 DePay, то, я думаю, можно заходить в игру и смотреть, что можно сделать именно там. И да, вот мы зашли в игру. С этого момента и до самого конца туториала, в правом верхнем углу, вот вы сейчас это уже должны увидеть, вы будете лицезреть, прекрасный вид моего грызуна, который будет повторять абсолютно все действия. Ну, то есть, вот сейчас я вот это записываю и я снимаю свою мышь. Да, действительно. Я потом вам покажу, как выглядела конструкция, на которой я разместил свой телефон, чтобы это все заснять. Но я вам готов сразу сказать, что это дико смешно, потому что у меня нет никаких штативов. Я расположил просто на куче книг и придавил телефон там. И, в общем, это все очень смешно, но нам сейчас не до этого дела. Итак, перейдем к самому главному. То есть, ради чего это все затевалось? Вообще, вся эта эпопея с макросами и прочей хренью. Значит, давайте сразу все уясним. Во-первых, вот, не вот, вот, mouse sensitive. У меня стоит точно такая же маленькая, как и вообще все. То есть, как и частота мыши, как и частота Windows. Вот, вообще, все для контроля должно быть очень маленькое и очень аккуратное. Я зашел на карту канала. Вы видите, я немножко потренировался, чтобы размять пальцы после холодных зимних потоков воздуха, которые на них воздействовали длительное время. Когда я ходил без перчаток, опять я отошел от темы. Ну, в общем, вот, смотрите, допустим, у нас там человек, вот, вы стоите вот здесь на каналах, вы бежали. И у вас там стоит человек, и вы не умеете контролировать отдачу. Вот, вы стреляете, и максимум 2-3 пули в него попадают. То есть, давайте посмотрим на отдачу, какая она есть. На примере стены. То есть, я думаю, уже без лишних слов мы видим, что в право и вверх идет отдача. Ну, и если мы знаем физику, мы знаем второй закон Ньютона, то, естественно, мы предполагаем, что уводиться все будет именно вот сюда. То есть, даже не сюда, а вот. Вот так вот нужно будет уводить мышку для того, чтобы это... Если честно, я абсолютно не понимаю, какая в этом сложность, и почему это стоит рассказывать людям. Но если вы не понимаете, то так и быть. Смотрите. Вот, на мою руку. Обязательно смотрите. То есть, сейчас это достаточно такой грубый момент, когда абсолютно никакого потустороннего... Ну, то есть, это тупо вот 30 патронов идет зажим. С абсолютно полнейшим контролем. То есть, еще раз демонстрирую. Вот, смотрите на руку, внимательно смотрите на руку, и потом перематывайте смотрите на экраны, или как вам удобно. В общем, вот это видео в правом верхнем углу, оно занимает точно такое же место. Точнее, такое же важное по смыслу, как и, собственно, то, что вы видите. То есть, мы достаточно серьезно озабочены разбросом. Чтобы не было разброса, нужно просто стрелять очередями. То есть, еще раз говорю, это достаточно грубый пример. Просто потому, что, чтобы вы видели, что контроль и отдача действительно возможны без макроса. Если мы хотим стрелять точно, то мы просто стреляем и стреляем. Пример, конечно, это немного не так, так сказать, быстро, но если мы стреляем точно, то вот этих вот 7 патронов будет достаточно, чтобы жертва умерла. И еще кое-что нужно сказать. По-моему, я это не показывал. Стоит обратиться именно к вот этим, да. К тому, что навешано у меня на моем 16, на примере, который я показываю это все. Прицел абсолютно не имеет значения. Прицел, потому что отдача от прицела не увеличивается. Вот эти две штучки, они очень влияют. Итак, рукоять. Ну, судя по моим личным наблюдениям, эта штука снижает вертикальную отдачу, но увеличивает разброс. То есть, то, что мы не можем контролировать, кроме как стрелять очередями. А вот эта штука очень интересная, потому что в одно мгновение мы получаем то, что у нас увеличен урон на дальних дистанциях. И то, что мы стреляем практически без разброса, но мы получаем некоторый прирост отдачи. Вот эти две штуки, они достаточно таки дружат. И именно вот такие вот перки советуют те люди, которые имеют точность на м16 50%. Вот здесь вот будет где-нибудь ссылочка на его канал и на его видео. Ну, лично, если вам хочется каких-нибудь там более других ощущений от контроля, мы просто ставим вот здесь вот пламя гасителя, а вот здесь мы не ставим ничего. То есть, в этом случае мы должны стрелять короткими очередями, но мы не будем иметь отдачи по умолчанию, так как пламя гасителя практически полностью убирает. Но мой выбор это именно вот это, и именно поэтому я это показываю. Кстати, можем снять рукоять, и мы просто будем иметь то же самое, только с маленьким разбросом. Я думаю, с теорией контроля мы уже разобрались, думаю, нужно посмотреть на это все на практике. И дальше уже комментариев не будет, так что скажу это сейчас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно вам помогло. Задавайте вопросы, я всегда буду рад ответить. И помните, что у меня уже френд-лимит в патологии, поэтому никого добавить я, увы, не могу. Видео, конечно же, будет уже тоже с изображением правой руки в конце, так что все. Это был WorldWay. Смотрите видео дальше, подписывайтесь на канал. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА